всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл ги мы сегодня с новое видео сейчас объясню что происходит думаю вы не понимаете типа что м то да пацаны это м то скажу сразу что да мне заплатили эта реклама но не спешите ставить лайки и писать плохие комментарии это проект моего подписчика в принципе я когда-то где-то ход на год назад снимал им то и довольно-таки много снимал я играл на крупных проектах такие как сессии de planet и так далее и почему бы мне снова не начать снимать м то не буду обещать что они будут выходить каждый день но я думаю подписчики помню там не все-таки остались и если что пацаны это полностью рп проект который каждый день дорабатывается и мне еще поступил такое предложение пойти сюда на основателя как бы напишите пожалуйста в комментариях что вы об этом думаете нереально очень важно ваше мнение мне очень это важно поэтому пишите в комментариях я вам давайте покажу что здесь есть на этом сервере на самом деле я честно я вот поиграл уже второй день или третий играю и на самом деле мне очень здесь нравится это рп сервер здесь очень классные функции очень все классно пацаны его я вам покажу следующий видео покажу вам работу на автобусе его реально просто охраняйте того как она реализована но в этой серии вам покажу с чего начинается все автослоны покажу домики там и так далее желаю вам приятного просмотра без наставки лайки и погнали ну что ж давайте вам покажу с чего именно все начинается или что я вот мне деньги выдали как бы я резку купил здесь нету бонуса это не бонусник это полностью рп проект здесь есть как жизнь и сытность и так далее поэтому я думаю вы все это понимаете она сейчас здесь его практически нету потому что сервер каждый день зарабатывается айпи если что будет в описании давайте вам покажу с чего вам нужно начинать итак первое что вы делаете когда заходите на сервак это арендуете скутер что нужно сделать вы подходите к боту здесь везде нпс просто везде и все функции там в мэрии в автошколе на спауне происходит именно с мпс какими вы нажимаете английскую букву м то есть русский мягкий знак и вас появляется вот такая панелька вот вы ее нажимать давайте вам сейчас покажу вот вы подходите нажимайте мягкий знак то есть английскую букву м и нажимаете на бота и вас появляется панелька на сомнении мне трудно попасть потому что это много вунта не играл и я вообще был в шоке когда здесь все действия происходят именно с NPC-шками. Ну, как-то надо встать, непонятно. О, вот, появилось. А, надо правой кнопкой мышкой, пацаны, нажимать. Я нажимал левой, а надо правой нажимать. И здесь вы можете арендовать какой-то транспорт. Видите, все здесь у нас в долларах, как бы. Садимся в машину. С машины тоже есть, пацаны, интересные функции. Какие именно? Это получается... Я еще толком не разобрался. Это у нас получается заглушить машину на букву G. Вот, если что. Давайте я вам покажу. Здесь статистика есть. Вот, если что. Все так очень классно выглядит, пацаны, просто. Мне очень нравится. Смотрите, как оно все двигается. Вот, за мышкой оно шевелится. Также здесь будет мой промокод, Кирилл Гейм. В принципе, пока что промокоды не работают или что, но в скором времени все это будет работать. Итак, давайте еще вам покажу там помощь. Вот, видите, здесь главное меню. Вот здесь всякие команды, которые вам нужны, если что. Поэтому кнопочку F1 нажимаете и все, что вам нужно, здесь есть. Навигатор здесь есть, видите, мэрия и так далее. Все здесь очень-очень классно реализовано. Так, управление автомобилем. Видите, здесь можно тачку убрать. У меня почему-то, кстати, машина не показывается, хотя у меня она есть. Ну, ладно, в принципе. Вот эта резко вроде бы как моя, если я не ошибаюсь. Возможно, нет. Насчет карты. Мы нажимаем кнопку F9, по-моему, если я не ошибаюсь. А вот F11. Вот такая, пацаны, карта. Просто очень тоже классно выглядит. Все здесь понятно, все прикольно и так далее. Я думаю, вы разберетесь. В принципе, я в МТА играл год, поэтому я как бы люблю МТА. Вот честно вам скажу, что мне МТА нравится больше, чем сам. Вот, прямо вам скажу. Да, есть некоторые причины. Это то, что модпака нету в Сампе. Да, его можно саму сделать, но это не то. Как бы, ну, мне просто сам как-то не так нравится, как МТА. В МТА вы можете все, что угодно сделать со своей машиной и так далее. Так, давайте не будем зацикливаться на карте. Я думаю, это все понятно. Давайте прокатимся на машине. Также есть вот аварийка, пацаны, я думаю, вы видите. Есть поворотнички все, левый и правый. Потом свет. Вот. Можем выключить свет, включить и яркий свет. Давайте поедем вот так. Вот я думаю. Насчет экономики. Я вот катался на автобусе, делал рейсы. Вот система автобуса, пацаны, очень классная. В следующей серии вам покажу. Я думаю, вы очень оцените. И, короче, там довольно-таки нормально платят за один рейс. Он занимает ну, минут 5 где-то примерно рейс занимает 1800 баксов платят. Я думаю, это довольно-таки неплохо. Я думаю, развиваться вам здесь будет легко. Давайте я вам покажу остальные места, в принципе. Давайте пойдем в мэрию. Здесь по каждой есть всего лишь одна работа, но, думаю, они будут добавляться. Это 100%. Что, если что, пацаны, это не последняя серия на этом проекте. Как бы я здесь буду снимать, если что, много. Не нужно описать, что я продался, потому что, как вы знаете, я в КРМП обзоры серверов не делаю вообще. Мне каждый день пишут, предлагают обзоры, предлагают хорошие деньги, но я этого не делаю. Но, ну, это совсем другое. Я хочу немного разбавить контент, так сказать, потому что я тоже человек, как и вы, и я иногда заебываюсь играть только в КРМП. Поэтому здесь очень классно, пацаны. Так, нажимаем. И на МПСшку устроиться на работу, получение паспорта. Паспорт я уже получил, устроиться на работу. Здесь только можно... А, вот таксиста еще добавили, кстати. Я работаю сейчас с водителем автобуса. Видите, вообще таксиста добавили, короче. Ну, довольно-таки прикольно. Видите, все функции происходят с МПСшками, и никаких чекпоинтов и так далее этого нет. Здесь у нас находится вроде как ФСБ. И вот здесь у нас вот такие вот машинки, как бы находятся. Я катаюсь на Р-6, потому что, пацаны, она мне очень нравится. Я думаю, она многим нравится. Цвет, да, как у Булкина, там все дела. Мне по кайфу, реально. Давайте теперь поедем в автосалон, покажу вам некоторые машины. Может, кого-то какая-то тачка-то цепит, и он решит здесь играть. Если что, все ссылки там на группу IP будут в описании. Включаем фары, и едем, я вам покажу, в принципе, автосалон. Не все, но которые... Какие-то из них я вам покажу. У него здесь 4 класса. Низкий, средний, высокий и, типа, элитный класс. Давайте поедем в класс, где Реско продается, в принципе. Он здесь недалеко находится. Так, вроде бы здесь автосалон находится, пацаны, но это не точно. Так, а, да, вот высокого класса, пацаны. Автосалон. Здесь вот такие вот машинки. И здесь показывают их характеристики. Здесь, чипов нету, это РПСР, пацаны. Именно РПСР. Не РПСР, как, например, ну, другие проекты есть, там, у МТА. Это РПСР полностью. Поэтому здесь вы можете вот такие вот машины купить. Еще что-то, это не все машины, как бы, вот, Бентли есть, Мерседес. Ну, меня здесь заинтересовало только Ауди, в принципе, да. Ай-8 есть. Очень много машин, пацаны. Я думаю, каждый для себя здесь что-то, в принципе, найдет. Можно, кстати, тест-драйв делать. Давайте я для тест-драйв возьму, не знаю, какую машину. Давайте, ну, возьмем Роллс-Ройс. Я могу просто взять вот так на тест, и мы спокойно на нем проедемся, в принципе. Вот так вот он выглядит. Кстати, по-моему, этот новый Роллс-Ройс, если не ошибаюсь. Как бы, здесь вы можете прийти в максималку, там, и так далее. Это довольно-таки очень круто. Вот эти вот тапы вот так вот вылили. Тоже, видите, он так шевелится. Блин, очень классно все вылили, пацаны, реально. Чтобы закончить этот драйв, просто нужно выйти с машины, и все. Ну, что ж, пацаны, я думаю, вам достаточно показал. В принципе, будем здесь снимать и развиваться вместе с вами. Там не выдали деньги, но я не буду там шоковать, и так далее. Если буду вас встречать на сервере, тоже буду делиться деньгами, и так далее. Поэтому, кто желает, все будет в описании. Скачивайте МТА, устанавливайте. IP в описании, группа в описании. Подписывайтесь на группу, там будут все новости. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok